Субтитры сделал DimaTorzok Первая радиостанция в Доваране Сегодня у нас в гостях Дима Ромель и Паша Карма И сегодня мы будем говорить о том, что мы увидели на Близконе Уже эмоции прошли, немножко остыли, рты позакрывали Теперь время пришло немножко обсудить, а все-таки что же на нас такое свалили Близзы Значит, тема сегодняшнего разговора будет Battles for Azeroth Ну и выскажем свои мнения по тому, что увидели Тогда краткий брифинг того, что мы тут проговорили То есть мы сейчас с Пашей и с Димой разговариваем по поводу Battles for Azeroth И, собственно, разговор идет про первое, что мы обсудили Это насколько вообще конфликт между Ордой и Альянсом Он является, скажем так, обоснованным и логичным Пришли к общему мнению, что, ну, несколько неожиданно, с одной стороны, на первый взгляд А на второй взгляд, все-таки, в общем, все вполне логично Потому что Варкрафт это все-таки война между Ордой и Альянсом А все остальные, скажем так, союзы, да, когда они там боролись против древних богов Короля Ильича и всего остального Это, в общем-то, ситуативные союзы То есть это все не отменяло того антагонизма, тех проблем Которые были против, ну, во время, скажем так Со времен... Ну, здесь как бы проще сказать Враг моего врага, мой друг Вот, в это все и вливалось Со времен... Ну, это да, это... Я добавлю, что вот конкретно с королем Ильичом Были терки у всех вообще расовых лидеров У Джаина и у Сильвана К ним были личные счеты Вариан и Горош К нему там, ну, тоже, скажем так Не питали никаких светлых чувств Потому что это был враг такой Который угрожал их непосредственным владением Вот А сейчас проблема в том, что Вот, в моем мнении, вот если хотите Что Легион, конечно, дополнение, как мы две недели назад обсудили Очень хорошее Но там одну вещь, я считаю, близзы не дотянули Они не смогли показать, что Легион Это реально такая страшная армия Бесконечная армия демонов Демонических зергов Которая может просто Азерот сожрать Да, были вторжения В сентябре прошлого года В августе, если быть точным Вот И после этого как-то все затихло В Хвестах, да, мы там были Мы побывали на Эксадаре Где-то сын Велина отжег Мы В классовых квестах видели всякое Но как-то не было ощущения, что Легион реально угрожает всем и всем Снежитью это как-то сильнее было Потому что она была всегда еще с Ванили Вот И я что хочу сказать, что Вот при моей большой любви к Легиону И мнению, что в принципе это лучшее О том, что было за всю историю От меня не поменялось Вот Я считаю, что там все-таки Не совсем правильно, что они Например, вторжение сделали только на расколотые острова Что если бы они продолжались там в том же Вестфоле В той же Ашаре Это вот Созновало впечатление, что Как-то вот идет вторжение по всему Голосу Так Это вышла персональная история Иллидана И персональная история Велена Эти истории хорошие Но они очень личные Дим, вот честно Я не соглашусь Потому что у меня как раз возникло ощущение Хардмод Давайте хардмод прям прям тут Включим Ну, Паша предлагает тут нам хардмод устроить Я хочу сказать, что Мне как раз С точки зрения логичности Очень даже Ну, все понравилось Да То есть И более того Сюжет получился достаточно такой Насыщенный И трагичный Потому что Ну, во-первых Убивали там всех этих Главных героев Да Во-вторых Джайна уже окончательно Превратилась в такую Как-то потрепанную жизнь Стерву Которая Уже не Мир, дружба, жвачка Да И там Посидел к эстралам А уже Идите вы нафиг Если я не буду с Ордой воевать вместе Вот Поэтому В этом плане Ну, это как бы личное ощущение На мой взгляд Чем То есть Вот эта Нелогичность Не то, что Нелогичность А, наверное А Все-таки Есть внутренняя логика У Близов То есть То, что они вернулись К действительно конфликту этому Просто мы не ожидали этого Вот Ну, это На самом деле Это можно было ожидать На основе Того Что Как я тогда еще В те посиделки наши Сказал Что Легион Задал Чувствую планку По эпику И если бы сразу После того Что мы Супер-супер-супер-супер Крутые Мы победили Саргераса И Заточили его Где-то там После этого Нам бы сказали Саргераса Мы победили Отлично Но еще есть Боги Бездны Еще есть Незод И вот Это Почти то же Что Демона Только еще круче Вот это Было бы реально Перейдло с эпиком И от этого Игроков Был бы Блюэ А тут Внезапно Правильно Мы-то Сказали Что будет Разрядка Но мы думали Что это будет Разрядка Такая ПВЕ ПВЕшная Да Что мы Снова Откроем Какие-то Новые Острова Пойдем Мочить Какие-нибудь Занонародские Тролли А в итоге Занонародские Тролли Приселились К Корде И идут Мочить Кудерасских Хуманов Ой Ну Скажем так Давайте теперь Перейдем К Фичам Да То есть Паш Что тебя Больше всего Обрадовало И Ну Приятно Удивило И не Приятно Удивило Что тебе Точно Не понравилось Ну Вот эти Фронты Я честно Не особо Понял То есть Они просто Взяли Из обычной Стратегии Варкрафта Третьего То есть Мы тоже Просто там Будем Штурмовать Какой-то Замок Не особо Если честно Понятно Как это Будет Выглядеть То есть Пвп Пве Один раз Это было Уже В этом В испытании Крестоносца И там Если честно Это не бой Был А бардак Полный Когда мы Там Пвп Шили С чемпионами Другой расы А Другой фракции Ну да Был такой бой В фракции Правильно Ну Да Не знаю Что они здесь Сделают Лишь бы Не напортачили Я Добавлю Что Вот Обещание Близзов За повод Того Что Они Сильно Изменят Искусственные Мога Что Мога Тебудут Вести Как Игроки Будут Сапать Будут Стелсить Будут Ну В общем Как Правильно Ты Сказал Себе Вести Как В Испытание Крестоносца Вот Это С одной Сторон Конечно Будет Разнообразие С танком Испанком С другой Стороны Мне кажется Это Какое-то Такое Полумера Потому что Пвп Это Пвп Потому что Там Всегда Ты Чувствуешь Что Есть Какой-то Игрок По ту сторону Монитора Ты играешь На его нервах Ты Знаешь Что тут Идет Не столько Война Цифр Сколько Война Вот Кто Первый Сделает Глупость Вот А тут Мне кажется Вот это Подражание Что Вот Что Будет База Будет Как В Вакрафте 2 Вакрафте 3 Это Я Это Слышал Уже Один раз Извиняюсь В последнем Патче Дранора А там Сказали Что Мы Как Вакрафте 2 Сделаем Верфи Корабли И нефть Думали О Круто Будет А вы Как Эта Хрень Зайти Паш Что Я понял Кстати Я разделяю Мнение По поводу Этих Фронтов Что Понравилось Ну Понравилось Что сказали Про Классические Сервера Хотя Я Не особо Поклонник Вообще Ванилы Но Если Близзарды Что-то Нормальное Смогут Как-то Сделать То есть Не Прям Вот Не Тупо Скопируют С той Старой Классик Сервера Было Б Не знаю Глупо Все равно Они Что-то Мне кажется Должны Поменять Там Я Б Я Б Поиграл На Этом Сервере Конечно Удовольствием Это Я Понял Я Я Говорю Именно Про Это Про Battle for Azeroth Ну Именно Про Новинки Ты имеешь Ввиду Я имею Ввиду Про Новинки Именно Этого Дополнения Ну Перечисли Что Там Первое Это Сердце Азерот Как Дальнейшая Это Я Прочитал Но Это По Сути Легендарки Плюс Артефакт Они взяли Просто Соединили Эту Систему В одну Но Они Сделали Более Менее Рандомной И Более Присмотреть Там Не особо Еще Понятно Как Точно Будет Я Уверен Что Не Сильно Будет Система Отличаться Почему Я Вообще Ко всем Этим Талантам Ко всей Этой Теме Отношусь Так Что Ну Есть Есть С ней Поиграешься В том Обращался До 120 Лев И Что Здесь Что Новенькое Что Потыкать Можно Что Поразвлекаться Что Поменять Потом Интерес Быстро Пропадает Поэтому Я Не Сказал Что Мне Это Именно Интересно Это Интересно Людям Которые Не Не Играли Там Условного Лич Кинга Или Катаклизма Приходят А Здесь Все Другое У Нех Рот Открыт Что Здесь Делать Непонятно Люди Люди Которые Играют Можно Сказать Без Перерыва Каждый Год Уже Всем Это Всякие Системы Этих Талантов Доели Просто Да Я Вот Влюз Свои Пять Копеек По Поводу Что Мне Лично Вот То Что Сердце Зарод Легендарки Артефакты Это Все Сейчас Мало Меня Волнуло По той причине Что Это Мне Очень Понравились Роба Новых Континенты Архипелага Острова Что Зандала Что Культерас Конечно Меня Немного Напрягает Что Они Будут Эксклюзивны Для Арда Альянса Соответственно Но Ёшки Кошки Это Пираты Против Динозавров Это Конгессадоры Против Ацтеков Это Ктуху Против Пернатого Змея Это Шикарно Ребят Это Шикарно Еще раз По моему Еще никто Из вас Не сказал Но кроме Пвп Попытки Какой-то Пвп Сделать Это Будет Очень Альтовский Дон По мне Я Этого Кстати Ожидал Потому что Легион Он был Дико Анти Альтовский Он был Дико Недостепенный Кольтам Он был Вначале Таким Сейчас Он Совершенно Не такой Я скажу Сразу Да Совершенно То есть Это Тема Для Другого Разговора Объясню Почему Значит Это Дополнение Альтовский Во-первых Вводят Субрасы Союзные Расы Вводят Прокачку Да Ведут Скалирование По всем Зонам Второе Вот это Искусственное Деление На зоны Для Орды И зоны Для Альянса Ну Народ же Захочет Посмотреть Поквеститься Что там Вообще На той стороне Да То есть Это Вот эти Три фактора Это делают Этот Эдон Делают Именно Вот Таким Альтоцентрированным Да Мне так Кажется Паш Как ты думаешь Ну Да Там Мне кажется Тоже Будет Это Очень Удобно Будет Потому Что Раньше Люди Вообще Узнавали На форумах Куда им Идти Качаться Я сам Помню Насколько Знакомых Также Играли И всегда Спрашивали А мне сейчас Куда идти На определенных уровнях А сейчас Куда А сейчас Куда Были даже Аддоны Тот же Помню Картографер Который Открываешь Карту И там На зонах Пишется Левел На ком Левеле Тебе Идти В эту Зону То Что Сейчас Они Ведут Именно Такое Разделение Можешь Качаться Где угодно Это Будет Очень Классно И удобно Это Очень Классно Удобно Это Разнообразие Определенное Даст Да И Я еще раз Заверю Когда Близзы Настолько Усложнили Жизнь Альтам В начале Легиона Я вообще Думал О Опять Грабли Почему Потому Что В катаклизме Они Сделали Кучу Контента Для Прокачки Переделали При этом Ввели Бонусы Гильдии На опыт Были Уже Тогда Наследки Нафига Это Нужно Все Ребята Все Это Проскакивается На Раз Два А Сейчас Это Очень Это В принципе Должно Сработать Они Даже 6 Вводят Новых Хватов На Одном Сервере Да Вот Ну Насчет Насчет Того Что Мне Понравилось Я Сразу Скажу Я Не Разделяю Паш Твоего Мнения По Поводу Того Что Азеритовая Броня Она Сердце Азерот Это Такая Фигня На палочке Да Вот Мне кажется Что Это Даст Определенный Определенное Разнообразие На Этапе Именно Вот Уже На Капе Да То есть Это Не Вот Эти Рандомные Релики Которые Блин Понимаешь То же Самое Говорили Про Легендарки В свое Время Что Это Даст Определенное Кстати А в итоге Во что Вылилось То что Люди Выбирают Две Самые Сильные Легендарки И ходят Только С ними Все Ну я Не скажи Вот я Например Когда Квесты Да То я Одеваю Там Есть такие Нарочи Которые Отбивают Мобов Ну Господи Этот Взрывной Выстрел Увеличивается Радиус И мощность Ну я знаю Но это Далеко Не у всех Классов В основном Я вот Говорю Как это Работает То есть Подземелья Иногда Там Одевают Сейчас Прида За Сифузы На Высоких Ключах Сифуз Вообще Подземелья Многие Одевают Но в итоге Вся эта Система Легендарок То есть Окей Не 100% Легендарок Бесполезные Да А Ну 70% Просто На славку Выкидывать Можно Потому что Люди Просто Не пользуются Ну тут Мое Мнение Мимо Мимо Крокодила Я Не Героики Не Викини Рейдил Только В нормале И Там Делал Бойцовский Клуб Делал Челлендж Вот Мое Мнение Что Близзы Старались Чтобы Как У Легендарок Были Какие-то Ниши Но Я считаю Что Они Полностью Это Не Смогли Осилить Конечно Потому что Тот же Придас Он Например Он Хорош Во всех Местах Где Ты Должен Не Сдохнуть Даже Вот В том же Нормале Где На Килджедине В Пугах Там До сих Пор Вайпается Народ Поэтому Там Чем Напрягать Хиллеров И Чем Юзать Выживальческий Кудай Это Просто Ходи В Придазе И С Сок То Что В Тебя Летит Хотя На всех Гайдах Пишут Что В рейдах Он Не Оптимален Ребят Ну Я Отвлеку Сразу Скажу По поводу Легендарок И Титан Форджа Насчет Легендарок Ближе Сказали Такого Как В Легионе Уже Не Будет То есть Вот Этого Рандома Уже Не Будет То есть Они Поняли Как Косячность Этой Системы Они Не Смогли Сделать Скажем Так Нормальную Эту Систему По сути Потому Что Действительно Человек С Одним Левелом Но С Разными Легендарками ДПС Могут Выдавать Совершенно Различные Вот Меня Просто Мне Что Понравилось В Азеритовой Броне Там Есть Три Куска И Там Есть Бонусы Различные То есть Это Все Это Все Как Б Дает Возможность Некий Простор для Тюнинга Персонажа На капе Вот То есть Посмотрим Я считаю Что все это Обсуждать Реально рано Потому Что Говорят Наносим На блескоде Меняется Еще Сто тысяч Раз Вспомните Что Обещали Про Студию Танцев Про Что-то Еще Что Не Сбылось Я сейчас Точно Не вспомню Но Это Было Вот Поэтому Сейчас Что-то Обсуждать Сейчас С циферками С балансом Я считаю Смысла Нет Вот Что Общая Тематика Аддона Это Уже Достаточно Много Показали Нам Чтобы Из этого Вывда Сделать А вот Того Кому Работает Система Да Собственно Тоже Из головы Летит Конечно Система Путей Титанов Которая Была Анонсирована Сами помните Когда И что с ней Стало Ее Косвенно Кое-как Вели Только в Легионе Спу Семья Семья Поэтому Честно Говоря Я вот Близов Не понимаю Знаете Почему Писами На воде Велины Извините Ну Есть Как это Они же Очень хорошо Тащат находки Из других Игр Очень хорошо То есть Взять Допустим Те же Эти Гарнизонные Рабы Да И нынешние Наши Эти Не знаю Как их назвать Тоже Рабы Да Вот Последователи Ну Это Это Калька Худшая Да Бледная Но Калька С Там у каждого спутника Там была своя история Такая Нехилая Вот Это Калька Они хорошо Тащат Да Почему Нельзя было Чем-то Скопировать Опять же Тоже Систему Иф Онлайн Когда у тебя Есть Корпус Корабля Есть Модули Съемные Которые Позволяют Настроить Этот корабль Просто Там Самые Разные Функции Сделать Дим Беги На метро Вот То есть Я просто Не понимаю Этого Совершенно Вот этого Дела Потому что Я надеюсь Я тоже согласен Что сейчас Рано говорить О том Что будет Это Работать Не будет Это Или Будет Как Артефакты Вот Эти Да То есть Вроде Как Все Классно Было А потом В принципе Ну Прокачка Линейная Релики Блин Ну там Рандом На рандоме Просто То есть Выбил Не выбил Да И Даже Вот этот Корн На Кораблике Особенно Не поменял Ничего Да Там Рандомно Какие-то Могут Преподать Но Мы сейчас Обсуждаем Текущий Контент Который Уже Скоро Станет Старым Сейчас У нас Через Две Недели Выходит Последний Кусок Второго Патча Вот Господа Я Я вот По поводу Значит Что Могут Скай Баттл Азарод Еще Не касается Такой Сочи Темы Как Ванилька Пока Только Потому Что Анонсировали Вот Я хочу Сказать Что У меня Такое Ущение Что Близзы Они Конечно Очень Хорошо Умеют Читать Народные Вишлисты Потому Что В фоне Таких Мелочей Как То Что Просили Чтобы Орки Могли Не Сутулиться А Стоять Прямо Как Трава Им Господа Это Правильно Делаются Я считаю Ты имеешь Ввиду А что Они Будут Ровно Стоять Или А Там же На Близзконе Анонсировали Что Орки И Я так Повел Тролли Они Смогут У парикмахера Выбирать Опцию Стоять Сутулись Или Прямо Как Трал И Как Новый Сауэрфанк Ну Понятно В общем Это Одна Из причин По которым Я за Орду Не очень Любил играть Потому что Или кривые Или зубатые Или хвостатые Да Были нормальные Расы Зато Сейчас У них Будет Дофига Видов Эльфов Вот Кстати Как Обсудить Субрасы Давайте Обсудим Давайте Обсудим А что Сочного А я Считаю Это Правильный Подход Моя Точка Зрения По Расам Что Уже Сейчас Уже На момент Пант Уже Был список Достаточно Сильно Израсходов Оставалось Два Козыря Еще И они Еще Не Израсходов Это Врайкулы Это Огры Я думаю До них Дело Дойдет Кроме Этого Ставить Нечего Есть Наги Которые Все хотят Но С нагами Пока Еще Не Известно Как Будут Разруливать Отсутствие У них Ног Как Они Будут Едеть На Маунтах И так Дальше Мы Раз Но Они Все Более Менее Человек Подобные Тут Они Чуть Решили Разобрать Они И Вместо Двух Раз Вели А6 И Будут Еще Делать И Мне Нравится Например Тот Факт Что Найтборны Они Как бы Ночные Эльфы Но Они Нифига Не Ночные Эльфы Они Сильно Отличаются Мы Все Проходили Сурабар Мы Все Знаем Как Культура Они У них Магократи У них Такой Эльфийский Париж У У Них Свои Закидоны Гавны Они Пошли В Орду Я Подозреваю Не Потому Что Они Он Сказал Что Мы С В Войну Древних Не Для Того Чтобы Сейчас Применять Вас В Альянс Хорошо Паш Твое Мнение По Суб Расам Я Не знаю Я Как К Расам Всегда Так Относился Ну Раса И Раса Это Это Я Скажу Сразу Это Отношение Рейдера Который Видит Вообще Абсолютно Да Мне Параллельно А Еще Сейчас Будут Усиливать Расовые Обилки Например Воид Эльф Они Будут Блинкать Ну Это И так Далее Вот То Что Близзы Они Сейчас Усиливают Расовые Обилы И Кстати Мне Нравится Например Тот Момент Что Они Снова Делают Дисбаланс По Классам У Альянс Будет На Две Раза Больше По Паладинам Темные Дварфы И Светлые Траники А У Гварды Будет Больше Труидов И Новые Бычки Дим Дим Сразу Тебе скажу Субрасы У меня Мнение Тоже Если Ты Больше Рейдишь В принципе Моделька У меня Она Превращается Вообще В Нечто Неразличимое Пиксели Бегают У тебя Основная Да Люди Которые Много Проводят Именно В рейдинге Или Даже В тех же Мификах Плюс То есть Там Вообще Это Фиолетово Вообще Когда Ты Близко Вот Я Вот Так Вот Как Сейчас У меня Допустим Экран Вот Так Я Играл Когда Я Только Начинал Играть Сейчас Я Играю В основном Вот Так Вот Я К чему Вот Эти Фишки Они Еще Почему Смешны Потому Что У Вова Такой Убогий Редактор Персонажей Что Это Просто Стыдобо Вот Если Они Извините Меня Сделали Так Как Это В других ММО Кастомизируется Внешность Господи В Саваторе В Гильдворсе Везде Она Настолько На порядок Кво сне Просто И Вот Это Введение Субраз Ну Я Я понимаю Зачем Это Но Меня Это Смешит Понимаешь А мне Нравится Не Ну На вкус И цвет Фломастеры Разные Да Но Просто Вот С точки Зрения Такой Вот Знаешь Целесообразности Да И Разнообразия Ну Сделаешь Ты Там Какого Блин Не знаю Ночного Эльфа Ночерожденного И Что Дальше Ну Поиграешь Посмотришь Поодеваешь Пополюбуешься Все Нет Для Какой-то Категории Игроков Это Может Быть Хорошим Дополнением Там Трансмок Одевать И Все Остальное Но Это Такая Косметика Которая Ну Я уже Сказал Поработали Лучше Над Редактором Внешности Я Тут Кстати Не Соглашусь Учитывая Что Одним Из Таких Очень Больших Фэнских Желаний В Вишлистах Это Мало Того Что У Орков Ходячие Прямо Ходячие Фигуры И Еще Плюс Чтобы Альянсу Дали Высших Хэльев Альянсу Дали Высших Хэльев Альянсу Дали И И Фанаты Радуются Я считаю Это Не менее Важно Чем Многие Другие Вишлисты Лизы Правильное Дело Что Следят За тем Что Пику Хочется Ну Я Понял В общем Ребята Сейчас Слушаю вас И у меня Такое впечатление Что в общем Впечатление Кроме Как Такого Легкого Шока Что это Будет Такое ПВП Ориентированное Типа ПВП Ориентированного Дополнения Особого Энтузиазма Я не слышу Я скажу Так У меня Личный Энтузиазм Не вызывал Ни один Из аддонов Кроме Катаклизма По одной Причине Что в Катаклизме Было Слишком Много Всего Крутого И Кстати Это Как ни Странно Это Было Второе Худшее Дополнение С конца После У них Весь Пару Шел Свисток Они Сделали Охрененно Классный Ролик Охрененно Переделали Старый Свет То Все В В итоге Вышло Так Очень Мелко Все Вот Тут Я Надеюсь Такого Не Дает Я У меня Все Аддоны Которые На старте У меня Вызывали Ощущение Что Это За Фильм Я Смотрю Те же Панды Тот же Берни Крузейд Который Вот Я Вам Честно Даже Панды Не Вызвали Такого Оторжей По Допер Сопричине Что Для Берни Крузейда Просто Перелопасили Таким Ржавым Ломом Кузок Клора Продранные Берни До ТБЦ Они Были Вообще Абсолютно Звыраз Были Такие Пустынные Кочевики Партизаны Которые Орки Воевали А И Затем Из них Сделали Хороших Демонов Ну В общем Дим Дим Я Долго Разоряться Я Сам Это Закрылась Я Хочу сказать Что у меня Лично Почти Ни один Из Затусов Не вызывал Этузиазм На старте У меня Всегда Были мысли Что это За фигню Близости Сделали Что я Хотел Ну Понятно Это Синдром Синдром Несбывшихся Ожиданий Да Паш Давай Тогда Начнем Тогда Обсудим Более Такую Сочненькую Тему Классическими Серверами Твое Впечатление От Эдона От Анонса Ну Это Тоже Такой Как бы Ожидаемо Было Ожидаемо Ожидаемо Я бы Сказал Так Знаешь Люди Надеялись Как бы Они Думали Ну Близы Так Никогда Не Сделают Но Все равно Такая Знаешь Надежда У людей Была Всегда Что Ну А Вдруг Ну А Сейчас Они Вот Только Объявили И Будет ли Это Вообще И В каком Виде Это Будет 100% Будет Если Они Это Сказали Я тебе Скажу Это Вот Тот Случай Когда Они Это Сделают То Есть Они Могут Это Так Все Переделать Что От Классических Серверов Действительно Тех Самых Классических Серверов Останется Там 10 20 Процентов Лишь Б Они Так Не Сделали Потому Что Мне Кажется После Этого Фанаты Там Явно Сбесятся То есть Там Крику Крику Будет Ой Мама Не горю Еще Непонятно Как Они Будут Реализовывать Это С точки Зрения Платы То То Это Будет Либо Отдель Дим Дим Послушаем Да Конечно Либо 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 Как Я То есть Если Например У меня Оплачена Сейчас Подписка На Легион Я Вместе С этим Смогу Играть Классик Сервера Либо За Них Какая Отдельная Будет Плата Идти То есть Меня Вот Этот Вопрос Очень Волнует Мое Сразу Скажу Мнение И Можно Даже Забиться Насколько Оно Сбудется У них Не будет Повременки Требовать Деньги Большие Или Или Повременку В месяц За Игры 2004 Года Это 2018 Мягко Говоря Будет Странно Я Думаю Что Оно Будет Продаваться За Небольшую Сумму Как Тот же Ремейк С Сокрафта Первого Вот Это Будет Такая Вещь Сугубо Для Ностальгирующих И в то же время Она будет Служить Демо Версии Большого Вова Я Думаю Что Близзы Там Таки Сделают Современную Графику Они Там Сделают Определенное Пострабление С качеством Жизни Я Не уверен Насчет LFR Но Это Дим Я сразу Перебью Это уже Не классика Ну вот Честно Это Не классика Если Они Это Не Сделают Я Опять Таких Готов Забиться На Классических Серверах Остается Меньше Народу Чем На Ностальгирующих Было Бесплатно А тут Платить Деньги Чтобы Играть В игру 2004 Будет Очень Мало Желающих Ну Я Возвожу Во-первых Вспомним Историю Ностальгриуса Значит Там Онлайн Если я не ошибаюсь Был 7-8 тысяч Человек На Пве Сервере Вечер Прайм Тайм Это Первое Второе Когда Начали Прессовать Ностальгриус И пошла Петиция От Сообщества Этих Его подписало Я недавно Проверял Буквально Когда писал По классике 200 тысяч 280 тысяч 280 тысяч 280 тысяч Это Это Примерно Рувов Сейчас Хорошо Если Даже Он будет стоить 15 баксов Я Сильно Сонимаю Что 208 тысяч Занесут 15 баксов Переходим Переходим Ко второму Пункту То есть Я согласен Что Брать Деньги Равнозначные Нынешние Как бы Это Они не будут Этого делать Мне кажется Что Ванила Официальная Это такая Замануха Бесплатная Будет Она будет Скорее всего Будет входить Либо бесплатно Либо Она будет входить Там Подписку Каким-то Либо какой-то Триал Будет Это замануха Чтобы перетянуть Аудиторию С Серверов С Пираток То есть Они просто Отрывают Хороший кусок От пираток Это будет Здесь Я с тобой Согласен С тем Чтобы Перетянуть Людей На актуальный Паш Как ты Думаешь Не Ну это Да Но я Опять же Как Человек Который Играл На классике На пиратке Конечно Я бы Не хотел Прям Точного Точного Копирования Тех серверов Ну Классикой Классикой Но Я бы Хотел Чтобы Близы Что-то Как-то Придумали Чтобы Это было Удобно Чтобы Это Оставалось Классикой Чтобы Там Реально Было Что-то Сложное Что-то Было Интересное Но Если бы Они Что-то Добавили Что Облегчает Все равно В какой-то Степени Игру Или Хотя бы Убирает Все Вот Эти Глупости Классических Серверов То Что Там Вот У тех же Чернокнижников Например То Что Там Надо Было Кучу Шардов Тебе Делать Там Что Это Шард Одно Место В сумке Занимал Ну Вот Такие Вот Вещи Которые Ну Вроде Было Как Понятно Да Что Это Ради Хардкорности Как Это Назыл А Они Они Отнимали Очень Много Это Была Не Хардкорность Это Если бы Они Это Изменят Я бы С удовольствием На этих Серверах Поиграл Но При этом Дух Классики Чтобы Остался Естественно Я Что Хочу Сказать Мы Все За Розовыми Очками На Старки Позабываем Один Простой Момент Ванильный Вов Он Был Тико Не Сбалансировал Он Был Тикими Косяками Я Прекрасно Помню Что У Хантера В одном Из Древ Кажется В Сурвайвл Финальная Обилка Она Наносила Меньше Урона Чем Первый Ранг Стартовой Обилки Это Все Что Я Могу Сказать Про Баланс В Классике И То Что Единственный Нормальный Танк Это Был Вориор Это Факт Который Сейчас Подвержается Всеми Обсуждениями То Что Все Гибриды Типа Друида Шаманы И так Далее Они Могли Врейдер Только Хилить Потому Что У них Был Хреновый ДПС А Друиды Плохо Танчили Это Крузейда Он Делался По Фидбэку Людей Которые Затрачивали В первый Эверквест А тогда Была Совсем Другая Аудитория Ну 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 Мы же Помним Кем Были Джефф Каплан И Робот Каплан Это Легаси Оф Стил Хардкорная Эверквестовская Гильдя Они Просто Взяли Первый Эверквест Обрезали Все Косяки Сделали Ту Игру Которую Не Хотели Играть Но Это Все Ровно Был Хардкор Потому Что Рейды В Эверквесте Первом На Минуточку Это Было 72 Человека Насколько Я Помню И То Что Они Сделали 40 Это Для Них Это Вообще Была Как Шутка Юмора Вот Да И На Эверквест В Мотл Как Сейчас Помню Выпадало Два Предмета Что Тоже Было Очень Клево Да Все Полетели ЦЛК Мне Сейчас Нужно Продать Потому Что У меня Ноль После Слотов Да Так Вот Я Насчет Классики Хочу Сказать Что Мне Кажется Что Надо Все Так Ну Вот Насталь Реус То Что Я Пробовал Ну Я Правда Дошел До 14 Урня Или 15 Не Помню Точно Мне Кажется Что Если Они Сделают Это Классик Классик Без Сяких Фишечек Типа ФР Там Каких То Удобных Социальных Этих Штучек Да Я Думаю Что Надо Делать Чистую Чистую Классику Понимаешь Я Сам Считаю Так Но Я Не Думаю Что Близзет Это Сделают Кроме Что Сейчас Это Тупо Отобьет Огромное Количество Аудитории Это Я А Почему На Подожди Почему На Столько Людей А Потому Что Он Бесплатный Если Будет Стоять 15 Баксов Не Хорошо Я Уже Договорились Оно Будет Бесплатное Я Считаю Я Думаю Что Какие Деньги За это Брать Будут Как За Ремейк Астрахарта Первого Просто Так Что Близзы Не Они Могут Я Не Спорю Я Вам Что Хочу Сказать Мое Личное Мнение Почему Я считаю Что в первые месяцы Хорошо Будет Идет Хорошо Будет Идти В Ваниль До того Как люди Сохнутся С баланса Касса В рейдах И С низким Дропом И так далее По одной Простой Причине Старый Свет Потому Что Катаклизм Убил Старый Свет Он Изуродовал Многие Локации Даркшор Ашенваль Веськи Калимдор Практически Получит До Селитуса Старый Квест Они Да Они Наивные Они Тупые Убей Десять Кабольдов Собери Десять Медвежьих Задниц Но Это Мир В который Тот же Каплан Тот же Афросиави Тот же Парду Они Вкладывают Реально Души И он Стоп 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 Вот Дим Каплан Буквально Вот в интервью Пужа После Близкона По-моему Сказал Четко Ваниль Это не эти Говеные Квесты Он говорит Я их сам писал Я знаю О чем я говорю Он говорит Это комьюнити Это сообщество Потому что Ну ты же Прекрасно Помнишь Что Игра Что такое Было Собрать группу Даже в пятерку Я помню Как мы ходили В Санкен Темпл И это было Не ваниль Я помню Как мы с тобой Ходили В 2008 Санкен Темпл Это было Не ваниль Это были Понерфленные Были Инстанции Но это был Не такой Извините Пролет со свистом Как это сейчас Понимаешь А в ваниле Я За всю ваниль Два раза Сходил В Санкен Темпл Первый раз Это Мы Около часа Собирали В Айронфорже Группу Потом Из нее Какой-то Странный Человек Выпал И мы Пытались Доделать Это я помню Это я помню Слушай Паш Как вот Как рейдера Да Тебе было бы Интересно Порейдить В классических Классических Именно Вот В том каком виде Инстанциях Молтинкор Где большинство Групп Не могли Убить Первых О О Давай послушать Не было В боссах Никакой Тактики По сути Вот Единственное Более-менее Нормальное Это Максарам Старый Вот там Что-то Реально Надо было Думать А ведь Большинство Боссов Было По сути Стой Бей Ну Большинство Боссов Вот сейчас Взять Сравнить Того же Киллжедена В мифике Да И какого-нибудь Босса В классике Где Одна-две Билки Там Подойди Отбеги И выйди Из лужи Все по сути Я не имею Ввиду То что Что-то сильно Поменялось Сейчас то же самое Но Сама динамика Боя В разы В разы Сейчас выше Сейчас в бою Человек Не может Просто там Встать День Сторонки И лечить Себя бинтами Так не получится А В классике Так оно было Ддшники Например Милишники Когда у босса Какая-нибудь фаза Начинается Что они убить не могут Они отбегали Вставали в уголке И начинали Сахибить Сами бинтами Сейчас такого Нету Сейчас ты не можешь Вообще Отличься Ни на секунду Во время боя Ну Это да Честно скажу Я начинал Рейдить Уже Как бы В этом В лече И вот Накс Рамос Был первый Актуальный рейд Там в принципе Уже Было весело Ульдуар это вообще Был Знаешь Таким Я вот как сейчас Ходера помню Это просто был бой Вот Который я просто Балдел Плюс Вот этот Дисбаланс класса То что Ты в бою Нажимал только Чаще всего Одну кнопку Те же воины Взять танков Воины Я помню У меня Друг вот играл На классике Он мне рассказывал Ты говорит По сути Нажимал только Одну кнопку Это срезание Этой брони Не помню Сейчас как называется На английском Сандер армор Да Вот И по сути Жмякал Одну кнопку Весь бой И все И ты был Крутым танком Понимаешь То есть У тебя Не была задача Как-то прожимать Какие-то сейвы Как-то контролировать Своё За это отвечали Хидлеры А ты нажимал Одну кнопку И ты считался Крутым танком Все Ну Да Плюс прибавьте Еще к тому Что во времена Ванилы Не так много Эдонов было И была Связь Как бы была То есть Людей еще не было У всех людей Скоростного Интернета Не было таких Мощных компьютеров Ну мне рассказывал Вот РЛК1 Наш Ваня Он рейдил В актуальном Наксе Вот И он говорит Мы не убили Того же Тадиуса Я примерно Понимаю Почему Потому что Такой босс Как Тадиус К пингу Был очень чувствителен То есть Ты там На секунду Задержался С другим Зарядом И другая группа Просто Вайпается То есть Ты просто Взрываешь Весь рейд Я хочу Сказать Я Рейдил Хоть и мало В актуальной Лизозеной Ваниле Я могу Сказать Две вещи Значит Первое Я Не скажу За Такие Конечно Хардкорные Рейды Как Анкераж На 40 Рыл И Естественно Наакс Но Молтенкор Ты же был В Молтенкоре Молтенкор БВЛ Я был В БВЛе До второго Босса Я был В Зугорубе И я был В Анкераже На 20 Я Что хочу сказать У меня Которые впечатления Долгая подготовка Долгие сборы Долгий Фарм Мобов Я помню Как В Молтенкоре Уходило По 5 минут На то Что Увели Пачку Собак А Ресвалились Они 15 Минут Ресвалились Понятно То есть Только Вперед Да Вот И когда Доходило До Самих Боссов Я Как Хант Слава Богу Мне В первый Дроп Ну Я так Понимаю Устальных Хантов Это уже Было Мне Сразу Отдали Книжку На Транкл Лайденшот Чтобы Я мог Сбивать Косты Сбивать Косты Вот Я Завевал Косты Все Стреллерами Я Что-то Автодамажил Что-то Прожимал Даже Ротация Это Была Норма Потом Упал Оттуда Какой-то Ножик У Хантов Тогда Еще Было Мель Оружие И Оно Долго Было Еще До Кажется Катаклизма До Катаклизма Да Еще С Десен Падал Посох Вот Я Что Хочу Сказать Что Вот Небезавис Отбит Взнос У меня Как А ДПС Как У ДПС Сложилось В ощущение Что Это Какая-то Жутко Скучная И Простая Хрень Где Красота Компенсируется Еще Еще Говорю Что Это Точка Зрения ДПС Я Конечно Танком И Хилером Было Я Я Так Думаю Повеселее В Смысл Слова ДПС Квесты На Шаманский Тотем Я Помню В БК У меня Друг Рассказывал Бегал Все Квестики Делал На Каждый Тотем Я Варлоком Делал На Каждого Питомца Квест Это Офигенно Вот Такие Вещи Оставляйте Или Там Квест На Коня Квест На Коня Это Вообще Была Отдельная Тема Вот Это Квест 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 Вот Эти Глупые Всякие Ненужные Моменты Когда Ты Рассказываешь Про Собак Которых Бьешь 5 минут И Спавнится 15 Один Вопрос Зачем Зачем Вы Все Это Делали Кому Это Не Хардкор Это Всего Лишь Замедление То Чтобы Как Можно Дольше Формили Это Чисто Ради Этого Как По Мне Все Это Делалось То Что У них Следующий Рейд Не Готов А Вы Повайп На Собак Я Уже Третий Раз Вспоминаю За Этот Разговор И в Онлайн Знаете Как Там Происходит Пвп Я Вам Расскажу Оно Первое Бывает Неожиданным Просто Тебя Приходят И Срезают Сваливается На Тебя Какой Нибудь Большой Нехороший Корабль И Все Второе Там Есть Пвп Зон Когда Ты Прилетаешь И Там Можешь На Маячке В специально Отведенном Месте Ждать Равный Тебе Корабль Называется Маяк Фв Зоны Так Вот Это То Ре Самое Ты Долго Собираешься Долго Летишь Потом Прилетаешь А Потом Тебя За Минуту Вот Если Тебе Не Успел Капсуле Улететь То Есть Этот Хардкор Я Скажу Так Даже Толком Освоить Пвп Трудно Вот То Есть Я К Чему Я Думаю Что Это Шло Не От Сознательного Замедления Это Шло Просто От Того Что Не Было Понимания Того Какая Игра Нужна Была И То Что Близ Потом Все Дело Правили И Рейды Эволюционировали И Они Дошли Принципе До Таких Сложных Механик Для Автоматических Систем Сбора До Этих Всех Вещей Это Как раз Следствие Выученных Уроков Безусловно Вот Но Мы Вернемся Мой Вопрос Изначально Был Какой Вот Мы Говорим Про Ванилу Ванилу О чем Мы туда Побежали Там Альянс Орда В другом месте А я За Альянс Тогда Играл Орда В другом месте Я Дор Тогда За Альянс Играл У Альянса Как Сейчас Помню В ЦЛК Джайна Такую Долго Речь Даже В актуальное Время Успевали Пройти Эти Морозилки Какие-то Могушки Начали Бивать А Мой Король Так Слушайте Я Просто Пытаюсь Выяснить Что Все Так Интересного Люди Найдут В Ваниле То есть Если Люди Хотят Сложности Есть Очень Простая Вещь Раздевайся До Гала И Бегай До Капа Галяком Минимум Сложность Убить Мифики Последнего Босса Сейчас Это Действительно Очень Сложно Те Кто Пробовали Раздеваться До Гала Они Быстро Выясняли Что Все Мобы Падают За 10 Я Сам Это Выяснял Недавно Я Пошел Я Паладина Качаю Я Где-то На 12 Ура Не Решил Раздеться Вот И Мобы Все Равно Падают В Наследках Они Падают За Один Тычок А Так За Три Вот Поэтому Никакое Сравнение С прокачкой В актуальное Время Не В актуальное Я Прокачивался В ТБС В конце БК Вообще Никакое Ра Это Просто Небо И земля Просто Окей Сделайте Чтобы Мобы Были Сильные Я Как бы Сам Когда Качался Еще На Наследки Использовал Я Получается Когда Качал Хантера Своего Специально Не стал Брать Себе Наследки Хотел Сделать Хранителя Мудрости Бежал В каждую Локацию Делал Все квесты Потом Бежал В следующую Вот И так То есть Я Сделал Полностью Хранителя Мудрости Без Всяких Наследок Так Просто Качался Это Было Хоть Как То Более Менее Интересно В плане Прокачки Но Вот Просто Иногда Смотришь Стримы Какого Нибудь Классик Сервера Вот Они Все Говорят Вот Мы На Классике Играем Типа Это Хардкор А Смотришь Там Ничего Хардкорного Нет Там Просто Человек Бегает Жмет Одну Кнопку Мог Максимум Один Два Мога Надо Пить Там Бегать Убегать От Этого Мога Так Вы Сделайте Просто Как Сейчас Чтобы Какая Ротация Была Мога Бьют Сильно Но И у Человека Будет Интерес Будет Учиться Играть Во Всяком Случае Раньше Ты Нажимал Боюсь Могами Только Одну Кнопку И Все Сейчас Нажимаешь Одну Сейчас Нажимаешь Потому Что Мога Слишком Слабы Вот я и говорю Сделать Могов Сильные Как В классике Но При этом Какое-то Разнообразие В ротации Сделать И Чтобы Были Нормальные Классы Чтоб Я мог За Солу За Туже Качаться Или Еще За Кого В Классике Невозможно Было По сути Играть Толком Я Про Это Говорю То Что Было Реально Скучно Играть Я Сам Помню Как В БК Качался Глен За того же Приста Когда Ты стоишь Щиток На себя И бьешь Палочкой Потому что Маны Хватает На полтора Мога Здесь Ничего Интересного Нет Я Полностью Соглашусь Потому что У меня После прокачки Вот этого Мейна Дворфа Я же Закончил Его Качать До Семидесятого Уже Буквально За Две Недели Или за Неделю За две Недели До выхода Лича А начал Еще В марте То есть У меня При режиме Там Час Полтора Два В день Ушла Вот такая Куча Времени На это Дело У меня После этого Такая Аллергия Была На прокачку В этом В Этого Что Мама Не горюйтесь Я даже В мыслях Не было Что-то Качать За Заханта Еще Ладно Более Менее Было Качаться С питомцами И так Далее За Ханта Ваниль Было Нормально Вот Я Ваниль Прокачал До Шестьдесятого Рогу И Ханта Это Было Нормально Знакомые Качали Кто Воина Впротив Прости Господи Качали Да Воинам Это Очень Тяжело Было Кто Приста Я Скажу Так На самом Деле Кач Он За Рогу По крайней Мере И за Ханта Это Была Все-таки Не Одна Кнопка Я Помню Как За Рогу Был Реальный Челлендж Ты Моба Бьешь И Он Либо Вен Рейдж Впадает Либо Что Веселее Убегает И Созывает Друзей Поэтому Ты Его На последних 20 секунд Жизни Ты Его Тоже Выстанешь За Рогу Да Было Прикольно Я Например В БК За Кота Качался Тоже Я За Кота Качался В Лич Кинге Я вам скажу Господа Что На мой Субъективный Взгляд Ванильные Локи Самые лучшие Были Времен Лича Потому что Там уже Была определенная Качественная Жизнь Там уже Были По-моему Если Не Замер Поверь Наследки Уже Меньше Тревоз Опыта Для Прокачки Я Друля Прокачал За месяц С 1 до 60 Расслабленного Кача В Лич В Лич В Лич Да Просто Потому что Скучно Было Я тебе Даже Присылал Скришон Где Кошка Сидит На Плавающей Доске Рядом С Таромором Это было В числе Скришона В контравью Помнишь А Да 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 Ага Тогда Просто Огромное Довольствие Получило Это Следование Старого Света Тогда Хватало Как раз Квестов В локации На взятие Где-то Уровня Двух Трех Они не Словились Серыми Это было Круто Да Да А Катаклизм Все Уронил Извините В говно Потому что Новые квесты Они местами Очень хорошие Мне очень Например Нравятся Сюжетки В Когтистых Горах В Хиллсбраде Где еще Там реально Люди Вкладывались В квест Но в то же время Там Многие Старые вещи Реально Изменили В худшую сторону Там Всюду Понатыкали Вулканов Старых богов Щупались Какой-то хрени Мне Не нравится Что уже Просекуности Прошло Сколько Семь лет Как мы Убили Десвинга А все Квесты Поставили Что Десвин Вернулся Кошмар Ужас В ваниле Квесты Были нейтральные Ты должен Помочь Деревне Убить Десять Каболев Собрать Десять Вот я опять Соглашусь Мне кажется Что как раз Квестовая часть Чем дальше Тем она Становилась Лучше Нейтральность Тут как раз Она Как по мне Так была Минусом Потому что Никакой эмоциональной Нагрузки Особо не несла Ну что я должен Извините Там Двадцать хвостов Отрезать Принести Что этого Интересного Я не об этом Кстати у меня К вам Двум Товарищи Такой Вопрос Как вы считаете Близзы Как-нибудь Обыграют Тот факт Что В Battle of War Разорвут С одной стороны Она будет Как верно Мы все Подметили Она будет Сильно Альт-френдли С другой С стороны Там старый Контент Особенно Приделать Не То есть Это получается Двадцатого уровня Какой-нибудь Ночерожденный Эльф Который По сюжету Закончился Легион Он такой Весь из себя Красивый И Сурамар Присоединился К Орде Он уже знает Что в Орде Сильвана В Орде С Ордой Там Должил Кадгар Победили Легион Все такое И тут Он независимно Попадает Во времена Катаклизма И ему Горош Который уже Семь лет Мертвый Он Ему Не Не сейчас Сколько-то Извиняюсь Три года С Я понял К чему ты клонишь Ему Горош Такой А Привет Рекрут Орды У меня Есть Точка зрения Как Близзы Это могут Сделать Незатратно И красиво Они тупо Просто На Интро Кфесты Которые Нас посылают К какому-то НПЦ И дальше Уже идет Они просто Вместо Доски Амиления Они поставят Какого-нибудь Бронзового Бракончика Ту же Хромя Она бы Говорит Привет Носторожный Герой Ты присоединился Горде В такое Странное Время Чтобы Понять За что Орда Сражается Я Переезду Тебя В прошлое Ну Понимаешь Извините Меня Пандыш Могут ДК Быть Или нет Нет Я к тому Что После того Как они Извините Меня Сделали Начиная Мемчик Старый It's a merely Setback Как этот Кель Говорит В этом В пятерке Его убили В крепости В террасе Магистров Они же Этот фокус Проворачивали Уже не раз И народ Это дело Глотает Без проблем Я не думаю Что это Самая главная Проблема Я считаю Для Меня Лично Это будет Проблема Я такой Человек Странный Но Все равно И Она решается При минимальных Затратах Что Ресурсных Что Временных Что Сюжетных Это Можно было Знаешь Как решить Вообще Можно было Решить Устроить В Пщерах Времени Вход В старую Реальность До Катаклизма Все И всю Классику Сохранить Там Все Квесты И все Остальное Это Было Совсем Хорошо Но я Не думаю Что Классику Сделал Так Ну Вернемся К разговору Все Таки О Классике Я Вот Пока Ваше Слушаю И У меня Такое Складется Впечатление Что А В общем То Ради Чего Все Это Дело Вот С точки Зрения Игроков Я Не Вижу Особого Интереса То Паша Как Рейдер Который Сходу Сказал Да Блин Оно Все Тупое Прямое Как Угол Дома Заканчивая Тем Что Десбалансированные Классы Туповатые Квесты То С другой Стороны Я закончу С другой Стороны Был Настальриус На котором Народ Реально Играл Долго Играл Он Не один Месяц Был Настальриус Так На эти Не нажали Мы Должны Пустить Нефть и газ Да Да Я помню Вот Пока Я не вижу Зацепок Кроме Как Поиграть Немножко На чувстве Ностальгии Прокачать Одного Персонажа До Капа И Вернуться В актуальный Рейд В актуальный Контент Я Хочу Сказать Мое Мнение Что Близзы Они Сильно Лукавили Все Время Когда Говорили Что Мы Не Можем Установить Ваниль Вообще Потерян Кот Это Вообще Ерунда Бывает Это Тупо Козрится Тем Что Для Квеста В Крутогорье Причем Квест Такой Проходной Где Там Мы Попадаем В прошлое И За Какого-то Старого Тауренского Героя Мочим Демона А Там Используется Локация Ашара Из Ваниль Потому Что Если Они Использовали Ашар Там Были Гоблинские Американские Горки Они Использовали Старый Локация У них Все Сохранили Все Старые Это Как Разговоры О том Когда Помнишь Еще До Полетов Что О Мы Не Можем Реализовать Полеты В Этом На самом деле Мы Обсуждали Это Просто Было Незалатанное Хорошо Вопрос Все Таки Паш Как Ты Думаешь Народ У вас В гильдии Пойдет Играть В Классику Я Говорю Если Не Будет Будет Интересно И Не Глупо Тогда Люди А Что Значит Не Интересно Нет Будет Интересно Но Не Будет Глупых Моментов Которые Только Усложняют Игру Но Не Добавляет Ничего Ну Хорошо Как Ты Все Видишь Крыло Fusion В Классике Ну Часть Как Минимум Да Я И Сам Пойду Обязательно Пойду Как Они Появятся Хотя Вы Посмотреть Это Как Минимум Но Если Там Что Будет Такое Несуразное Вот То Что Я Сейчас Вижу На Классик Серверах Я Не Стал Ну Хорошо Я Все Таки Надеюсь Что Близ Доведут До Ума Свои Классические Сервера Хорошо Возникает Риск С одной Стороны Они Приманивают Аудиторию Пираток С другой Стороны Они Раскалывают Действующие Комьюнити То есть А сколько Вообще Риск Есть Того Что Действующие Вот Сейчас Играющие На Актуальном Вове Люди Начнут Биться Гильдии Начнут Дробиться Я просто Знаю К чему Приводит Это Уже Давно Есть Гильдии Которые Там Только 70 Уровень Только 60 Уровень Староверы Эти Они Достаточно Маргинальные Их Не так Много Ну Понятно Просто Это Все Сложно Сделать На Официальных Серверах Мало Людей Кто На Официальном Сервере Согласится На Такое То Что Играть Только Там Например До 60 Уровня Потом Останавливаешь Свой опыт И Проходишь Все Подземелья Потому Что Они Сейчас Очень Просты На 60 Уровне Молтенкор Он Изи Проносится Или Я Вот Делал В Пандаре Посланника Титанов Я Помню К нему Готовился Сколько Меня Друзья Водили В Ультуар Я Одевал Шмотки Все Готовился Потом Нашел Группу Мы Пришли Этого Голона Убили С первого Трая Без Проблем Потому Что Он Просто Все Ваншот Мы Были Вагоны Мы Убили Его На 40 Каком Трае Но Все Играли Не Своими Классами Сейчас Помню Вот Вот То есть Вот А вот Поэтому Как бы Мало Таких Людей Ну Не Интересный Этот Контент Даже Если Ты Останавливаешь Опыт Твой Персонаж Слишком Силен Для Этих Всех Рейдов И Подземелий На данный момент Вот Вы Сделайте Чтобы Этот Контент Стал Интересным Это Другой Вопрос Со Старой Веткой Талантов Вот Это Я Очень Жду Я Хотел Бы Посидеть Как-то Чтобы Они Разнообразили При Этом Как бы Чтобы Остался Дух Классики Но Чтобы Какой-то Баланс Появился В нем Понимаешь Что Ты Мог Выбирать Из Эти Всех Все Любили Скидывать Ветку И Как-то По-новому Ее Раскачивать Конечно Потом Находились Все равно Лучшие Всегда Комбинации Но Всегда Были Люди Которые Находили Какие-то Интересные Вещи Которые Другие Не Додумывались Сделать Как Вот Например У Варлоков В БК Был Вот Этот Спек Наполовину Демон Наполовину Афликшн Неубиваемый Спек Считался Часть урона Варлоков Ходила В питомца При этом Он Очень Сильно Отхиливался Своими Дотами Спек Был Просто Имбовый Никто До этого Главное Не догадался Соединить Пополам Взять По Половину Очков Другую Из Варлоков Почему Никто До этого Не додумался Какой-то Человек Взял Это Придумал А сейчас Такого Нету Ты Качаешься Вот Тебе На Выбор То 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 И Все По Другому Никак Ну Ну Сейчас Талант Это Вообще Извини Не Серьезно Да Это Все Чушь Вот Я говорю С очками Раньше Было Гораздо Интереснее Но Я понимаю Близзард То Что Там Была Большая Проблема Что Многие Таланты Они Просто Проносились Просто Так Потому Что Нужны 5% Квита Ну Это Глупый Талант Тебе Нужно Его Обязательно Нажать Чтобы Пройти До Основных Я Близзард Понимаю Почему Они Решили Изменить Они Бы Не Смогли Дальше Все Это Баланс Потому Что Вот Уже В том В том Жилече Было 80 Очков Талантов Сколько Там Не Помню Очень Много Я Думаю Что Они Паш Сделали Такой Ремастеринг Системы Талантов По Причине Того Что Они Запланировали Скалирование То Из Из-за Того Что Они Все Дело Поменяли Потому Что У тебя По сути Таланты Остаются Те же А раньше У тебя Таланты Были Привязаны К уровню Правильно Ты Получаешь Уровень Ты Получаешь Новое Очко Для Древа Вот А Сейчас Тебе Просто Снижают Характеристики И Пускают В Инстанс То Я Считаю Что Они Упростили Это Это Главная Причина Была Ну В общем Давайте Подводить Рот Энтузиазма Я пока Не услышал Хотя Мне Понравилось Так Не так Чтоб Я Прям Прыгал На Катаклизм Я Прыгал Действительно Мне Очень Нравилось Но Чего А зачем Пошли Ее Обходить Сейчас Можно Паш А у Меня Есть Лечилки Пошли Не Надо У Закрылось Это Ворот Закрылись Ой Блин Поэтому Либо Вайпитесь Либо Давай Попробуем Вайпнуться Паш Да Так Они Нас Не Убьют Никогда А Там Достаточно То ли Чтобы Нас Дох Ну Давай Подождем Тогда Да Да Так Вот В Портал Зайдите По моему Если Никого Не Останется В этом То А Резетница Да Так Вот Я Все Так Я Закончу Мысль По поводу Бетов В Азерот Что Меня Вселяет Уверенность Очень Простой Факт То Что Команда Которая Делала Легион Сработала На Отлично Да И это Я Честно Скажу Я Это Не Ожидал До Последнего Момента Я Я В Легионе Вот Я Скажу Так У Меня Лично Было Два Момента Сильных Опасения Первое Что Иллидана Сделал Кириган Золотого Ангела Который Без Особых Проблем Искупил Все свои Греки И стал Такой Супер Клуб Это Иллидан Обошел Своей Любимой Манере Это Молодцы Что Они Это Обыграли Второе Что Они Обыграли Не С точки Зрения Сюжета А с точки Зрения Геймплея Что Они Смогли Осили Такую Вещь Которую До того Они Не Делали Это Аддон Внутри Аддона Я Про Аргус Которая Своя Тематика Свои Главные Герои Свой Сюжет Свой Рейд Который Мы Скоро Увидим Вот И Этого Не Было В С Ваниль Ваниль Были Патчи Где Был Огромный Селитус Где Были На 20 На 40 Человек Рейды Где Был Контент В Других Зонах Это Рейд Был Малень Квад Сел Из Контент Патчи Этого Не Могли Дать Никак И Вот Сейчас Аргус Это Дал Что Я Не Ожидал Ну Так Вот Да Так Вот Я Об Этому Говорю То Команда Которая Делает Сейчас Вов То На Мой Зад Ротация Команды Смена Поколений Прошла Где То Вот В Дреноре Потому Это Одна Из Причин Почему Он Такой Корявенький Получился И Сейчас В Принципе Я Считаю Что Они Это Реализуют Они Смогут Это Реализовать Так Заходи Давайте Обходить Ее Пока Она Тут Опять Не Реснулась Я Понравилась Вот Сейчас В Battle For Azeroth Это Экспедиции Если Они Сделают Рандомный Реиграбельный Контент Это Будет Неплохо Значит Если Хочешь Мое Мнение У Меня Тут 50 на 50 С 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 Что Это Самая Девушка Хорошая Перед Глазами У Нас Диабол Который Достаточно Сильно Реиграбельный Как раз В Рандома С Другой У Нас Перед Глазами Хеллгейт От Белоропера Который Должен 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 Я Не Уверен Что В формате MMORPG Можно Передать Диаболскую Тему Тем Что Все Прикажет Новая Архитектура Но Я Еще Раз Скажу Что Я Так Понял Что Тут Будет Тема Не То Что Архитектура Разные Рандомные Боссы А что При каждом Проходе Просто Будет Отличаться Это Ужи В какой Степени Было Близами Опробовано В данжах Как Вот Двор Звезд В Сурамаре Где Тоже Было Нелинейное Прикрождение Какие Были Несонарные Тактики Я Знаешь Дим Это Было Интересно Знаешь Что Я Ожидаю Я Ожидаю Развития Такого Формата Как Вот Тренировка Из Сушеных То Есть Когда У тебя Есть Одной Страны Вроде Бы Как У тебя Есть Одно И Тоже Но Ты Проходишь Это Ну Как Оно Реиграбельное В принципе Каждый Раз По Разному Вот Тренировка Сушеных Между Нами Это Одно Из Моих Самых Нелюбимых В Легион Почему Которая Была Дико Сложная И Неудобная Вначале И Дико Слушная И Легкая В конце Оно Как Совсем Ни О чем Вот Если Что Например Громеж Сокровищницы В Панды Было То Лучше Он Как То Держал В тонусе Горячее По Времени Там Реально Были Там Вознагражались Десантартные Подходы Туда Залезть Туда Прыгнуть А тут Сначала Ты Как Лох И Тебя Все Бьют А потом Ты Прокращаешься И Ты Все Бьешь Это Моя Имха Ну Паша Тоже Говорит Что Это Его Имха Ладно Не Буду С Вами Спорить Я Просто К тому Что Мне Понравилась Эта Тема Ну Мне Короче Давайте Так Посмотрим По Поводу Классики Я Подведу Немного Итог Первое Если Близзы Анонсировали Что Они Это Действительно Переделают Мне Кажется Они Это Действительно Переделают Потому Что Ну Они Слов На Ветер Они Очень Редко Бросают Они Долго Не Анонсировали Титан Потом Они Его Просто Отменили Вот Ну Титан Это По сути Это Был ММО РПГ По Судя Потому Что Всплыло В этом Году По Overwatch В нем Просто Вошли Все Графические Сюжетные Дизайнерские Наработки Это Было С самого Начала Понятно Они Просто Порезали И сделали Командный Шутер Да И вот Я считаю Что Например То Что Они Сделали Упор На Героев С Яркой Такой Биографией Это Лучше Потому Что Та Трейзер Как Класс Это Было Как Чтобы Все Играли За Прыгающих Во Время Британских Девочек Ну В общем Это С Классикой У меня Есть Одно Опасение Что Первое Все Таки Это Будет Не Совсем Классика Потому Что Это Масса Они Во-первых Это Все Еще На Очень Такой Ранней Стадии Они Еще Толком Сами Не Знают Что Они Будут Делать Вот Второе Это То Что Будет Это Расколет То С одной Сторон Это Может Притянуть Игроков С Пираток С другой Стороны Это Может Расколоть Комьюнити Которая Я Просто Знаю Что Такое Комьюнити Которая Играет В разных ММО Поверьте Мне Это Удержать Людей В рамках Той же Одной Игры Но Это Бывало Как бы Это Трудновато Поэтому Тут Надо Очень Крепко Будет Смотреть На Плюсы И Минусы Что Еще Знаешь Забавно Если Если Они Как То Каким То Способом Сделают Классный Классик Сервера То Я Уверен Что За Нею Последуют И Все остальные ПК Сервера Лич Кинг Сервер Это Я Не знаю Фанаты Все Отдадут Если 335 Будет Да А Почему Нет Если Все Получится С Классик Серверами Не Знаю Я Честно К Дико Скептически Особенно Учитываю Что Лич И Тбк Они В принципе Остались В каком То Виде На На них Есть Неизменные Старые Локации На них Есть Рейды Под Которые Сейчас Подвели Таймвок Я Не думаю Что Нифиг Последовать Дима Ну ты Сравнил Таймвок Извините Меня Я разговаривал Мы когда Ходили с Гильдией В БТ И Я Спрашивал Ребят Ну те Кто ходил В актуальное Время Ну вообще Как Сложность БТ Вот того И этого Да Говорит Вообще Это Вообще Никакое Сравнение Не Идет Понятно Что Это Несравнимо Да Но я Что хочу Сказать Что От Ванили В Сареной Вове Осталось Очень Мало Потому что Все В кадоклизме И в Пандах Где Изменили Например Некоторые Данжи Еще Старые Там Все Ревапнули Очень Сильно А Контент Сам Из 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 Он остался И там Только Да Сложность Не та Ну Господа Я Скажу Вам Такую Вещь Извините Я Был Циничен В этом Году Испомнили 20 лет Fallout 1 Его Бесплатно Раздавали В стиме Все Скачали Поиграли И даже Те Кто 20 лет В него Затрачивал Кто Действительно Фанат А не те Кто пришли С третьим С четвертым Fallout Да Он хороший Но я Один раз Прошел И В принципе Неплохо Но Это Сейчас Сейчас В это Играть Странно Ну Я Да Я Я Просто Далее До конца Мое мнение Что Ваниль Это На Такой Вот Да Близзы Из этого Выжмут Для себя Профит Потому что Иначе Это Были Не Близзы Но Моя Точка Зрения Что Это Они Делают Да Во-первых Правильно Подменят Чтобы Отобрать Аудиторию У пираток И Подпиши В Пое Звук А Действительно Будет Бесплатно И Второе Что Чтобы Это Простите Еще раз За Цинизм Чтобы На Это Большая Часть Аудитории Показала Пальцем И Говорила Как В это Можно Играть Пойду Ко И Лучше Поиграю В Бат За 500 рублей В Месяц Паш Твое Мнение Выстрелит Или Нет Ну Классики Да Я Говорю Блин Ты Тут Правильно Сказал Что Разделится Будет Много Споров В любом Случае Даже Если Они Оставят Классические Сервера Неизмененные Будут Крики Так Скать От Ньюфагов Как В это Играть Вообще У меня Моб Там Ланшотает На Первом Уровне То есть Я В это Играть Не Буду Люди Поплюются Скажут Да Ну На Вот А Если Они Переделают Хотя Быть Что То Просто Сделают Более Разумительным Игру Ставят Тяжелой Но Более Такой Понятной Сделают То Будут Крики От Олд Фагов Так Называем Которые Вот Это Не Торт Я Играл Классику Я Знаю Там Все Не Так В общем У нас Сегодня Вечер Скепсиса Да Я По любому Например Поиграю Хоть так Хоть так Я страшный Ужасный Человек Но Я Баттлфолдзер Жду Больше Чем Ваниль Ваниль Я Поиграю Все Время Я Ее Поиграю Когда Вы Я Не Уверен Что Я Буду Там Рейдить Но То Что До Ну Что Надо Будет Организовывать Это Самместный Кач Так Ребят Будем Подводить Итог Значит Спасибо За То Что Пришли Извините У меня Опять Технически Былете Но Я Думаю Что Большая Часть Разговора Все Так Записалась Если Что То Ну Как Есть Материал Да Значит Мне Беседа Понравилась Честно Я Не Ожидал Я Ожидал Больше Оптимизма Вот Ну Старые Игроки Имеем Право Немножко Побурчать Я Скал Так То Что Информации Пока Мало Поэтому Пока Не о чем Говорить Ну Может Быть Может Быть Да Хорошо Тогда Всем Слушателям Которые Нас Слушали Спасибо За Внимание Запись Будет Выложена В блоге Вместе С Которые Нам Озвучили На Близконе Вот Ну И Звуковая Дорожка Соответственно Будет Отдельно Так Что Спасибо За Внимание Всем Пока